Фристайл и триатлон – так назывались юмористические испытания для шести команд-участниц весеннего Кубка КВН. Игра традиционная. В этот раз ее темой стала безопасность на рабочем месте. Обычная техника безопасности – это такая строгая, все ответственная. Решили немножко приукрасить, посмотрим, что с этого получилось. Фестивальная игра. Ждем побед, ярких шуток, эмоций и бурю позитива. Юмористический вечер открыла команда «Дети Садыковой». Традиционно девушки в официальных костюмах делились веселыми моментами из жизни учителей и не только. Перед вами команда с самыми серьезными намерениями на эту игру. И несмотря на то, что мы педагоги, мы не будем шутить про ЕГЭ, про учеников-двоечников, про маленькую зарплату. Следующими эстафету юмора подхватили гости Кубка, команды из Таркас-Але «Семь пятниц на неделе» и сборная из Ханемея – все по-взрослому. Последние – это старожилы клуба «Веселых и находчивых». Но, несмотря на опыт, к каждой игре стараются подходить по-новому. На кону желанный кубок КВН. «Руселя, а ты в курсе, что видеть невесту до свадьбы в платье – плохая примета?» «Да нет проблем! Руселя! Руселя, ты чего добиваешься вообще, а? Я хочу выиграть!» «Мы готовимся, честно, очень долго. Мы переживаем, мы настраиваемся. Победный дух всегда в нас, в каждом участнике команды». Юмористические миниатюры и шутки заставляли зрителей смеяться на протяжении всего вечера. Оценить выступление каждой команды и выделить лидера было непросто. «Самый главный критерий – это юмор. Я думаю, что самое главное, чтобы понравилось зрительному залу, все получили удовольствие». Судя по приподнятому настроению, удовольствие получили и зрители, и сами участники. По итогам всех конкурсных испытаний третье место заняла команда «Все по-взрослому» поселок Ханемей. Вторыми стала сборная города Губкинского на опыте. Почетное звание победителей весеннего кубка КВН получила команда «ПС Бубу» из Муравленка. Евгения Белобородова, Алексей Магин. Новости Губкинского.